доброе утро дорогие друзья почему вообще надо так стараться вот тщательно соблюдать заповеди особенно в сукот то возьми три растения возьми трока почему нельзя гранат взятели у меня тут апельсина под рукой почему знаете вот это простой вещи почему именно так может научить нас как ни странно интернет пишут если человек желает разобраться и понять почему надо зашнуровать например в идаизме обувь с определенного ботинка не справа не слева почему надо нельзя за одевать одежду состоящий из шерсти и льна почему надо скушать определенное количество там какого-то там мации например на песок и так далее почему мы выполняем исполнение то что написано в торе и молимся чтобы наши просьбы отправились самому творцу его канцелярию там попали прямо к нему как в интернете если чуть-чуть ошибся одну буквочку они по не поставили одно слово не то она затеряется в неизвестности твое сообщение поэтому должно быть также тщательно поэтому и говорится что все что сказано делай в первую очередь сукот написано радуйся радуйся избегаю ныне избегаем напряжение в эти дни такого вообще написано любой ценой старайся избежать уныние а потому что она источник всех болезней недугов наша задача исправить себя рабе из лилова говорил своим хасидом не может быть избавление для человека пока он не признает изъяны своей души и не приложит все усилия чтобы их исправить кстати от не может быть избавление для народа написано поскольку пока он не признает изъяны своей души не приложит усилия чтобы исправить то есть самое главное те кто не признает свои недостатка будь то человек или народ не вправе рассчитывать на избавление. Избавление возможно в той мере, в которой мы признаем свои изъяны. Вот это вот очень важная вещь, которую мы должны понять и исправить. Перед нами сейчас вот уже в конце кто в диаспоре, кто в Израиле. В Израиле один день, где в диаспоре два. Шминя Ацерент, Симхат Тара, все, все рядом. Шминя Ацерент восьмой день праздника Суккот. Который, кстати, является в диаспоре отдельным праздником. В молитве муссов вот сейчас, которая будет не сейчас, а которая будет в Шминя Ацерент. Мы меняем, если кто, я хочу напомнить, начинаем просить о дожде. Раньше сейчас мы посылающий росу, а теперь мы начинаем говорить посылающий ветер и дарующий дождь. То есть мы с вами, сидя в суке, распределяем дожди, помогаем Богу распределять дожди. И раньше, кстати, многие поколения евреев молились о дожде для Израиля, а в последнее время всегда молятся о дожде для всего мира. А для чего вообще молятся о дожде? От дожда зависит абсолютно все. Существует необходимость, сказали мудрецы, создать в мире зависимость от Всевышнего. Это чувство нашей зависимости важнее, чем оживление мертвых, чем дарование Торы. То есть мы должны чувствовать, что мы зависим от Него. Ведь для того мы и созданы, мы и весь мир. Нам нужно поднимать глаза к небу и каждый раз просить дождя. Для чего? Чтобы чувствовать свою заместимость. А Бог по принципу мера за миром повернется к нам и даст то, о чем просим мы. Вообще, в ночь в Миниоцерет и в следующий день, в Тимкот Тора, если и один день в Израиле, мы радуемся пляшем со свитками Тору, которые вообще Тора называют подобно воде. Одна из причин, по которой Тора сравнивается с водой, заключается в том, что так же, как вода по природе всегда спускается с высокого места на низкое, так и Тора с небес спустилась к нам. И как дождь падает сверху, и вода его проникает туда как угодно, так и Тора. Она проникнет в тебя, ты только займись ей. Надо ей заняться. Она спустится. Вообще, Любавический Рэбе в одной из бесед говорил, что одно из природных качеств воды это соединять и скреплять. Например, каждая частичка муки отделяется, как только с водой смешаются, становится комок теста. И вот отдельные песчинки при смешивании с водой становятся единой массой. Вода приводит к единству, сплочению. Это важнейшее. Такая Тора. Люди могут быть разбросаны по всему миру. Они живут в разных странах, говорят на любых языках, разная культура у них там. Единственное, что их объединяет, это Тора. Тора вносит немного влаги в души людей. И делает нужное тесто. Тора это общий знаменатель. Поэтому надо всем прийти в эти два дня. Шмини Ацерет, Симхат Тора. Это праздник Торы, праздник единства. И вместе, как бы никто выше, кто ниже, не важно, слиться в единую массу. Ту единую массу, которая любит, прилипляется к Всевышнему. Вообще, люди говорят, ну что я не занимаюсь этим обычно. Начинайте, начинайте. Если у вас нет возможности посвятить себя Торе, не надо воздерживаться от прихода хоть иногда в дом учения. Если не получается удержать свой язык там от болтовни лишней, ну хоть иногда старайся свое злое начало остановить. Как написано в книге Хешбоннефр, что написано, и пусть не будет малым в твоих глазах любое благо, которое ты делаешь ради его. То есть каждый раз, когда ты удержал свой язык от болтовни, когда ты свои ноги удержал, чтобы пойти не туда, а зашел в дом учения. Это и есть то, что написано, малое у тебя, большое у него. Вот так устроен этот мир. Брахавы от слоха с праздником еще раз.